Добрый день! Большое спасибо Оргкомитету за то, что пригласили меня участвовать в этой замечательной конференции. Большое спасибо вам, что вы пришли в окончании второго дня конференции. Я представляю кафедру лучевой медицины Риконского университета медицины и науки. И хочу заранее предупредить, что это мой первый доклад на русском языке, поэтому заранее прошу прощения за какие-то погрешности лингвистические. Больше 10 лет назад были опубликованы результаты больших клинических рандомизированных исследований, которые продемонстрировали равную эффективность органосохраняющего лечения и радикальной мастектомии с точки зрения общей и безрецидивной выживаемости. Нужно отметить, что все эти клинические исследования показали, что частота местного рецидива после лампектомии была всегда выше, чем при радикальной мастектомии. Но, несмотря на это, по результатам общей и безрецидивной выживаемости органосохраняющие лечения с адювантом лучевой терапии стали стандартным лечением для пациенток с ранней стадии рака молочной железы. Также исследование NSABP-B6, которое было опубликовано 13 лет назад, показало, что использование лучевой терапии значительно уменьшило частоту местного рецидива от 39% до 14%. То есть это более чем в два раза уменьшило возможность местного рецидива. Заняло еще 10 лет, чтобы догма в клиниках изменилась. До публикации 2011 года, когда врачи-радиационные терапевты обсуждали с пациентами использование лучевой терапии, это представлялось как способ уменьшения вероятности местного рецидива. Оксфордский метаанализ, который был публикован в 2011 году, указал, что использование лучевой терапии на самом деле уменьшило смертность от рака молочной железы. Для этого нужно было наблюдать пациентов в течение более 15 лет, и более 10 тысяч пациентов были анализированы их даты для того, чтобы увидеть эту статистическую разницу между лампектомией и лампектомией с лучевой терапией. Эта разница была маленькая, всего 3%, но эта разница укрепила наше понимание лучевой терапии и предназначение лучевой терапии после органосохраняющим хирургическом лечении. Несмотря на эти публикации, очень часто пациенты приходят и приносят информацию из интернета, где говорится, что лучевая терапия не нужна. Это мой личный пример. Пациент, который пришел ко мне год назад, принесла распечатку, где написано крупными буквами, что после лампектомии лучевая терапия не приносит пользы пожилым женщинам с ранним раком молочной железы. Надо сказать, что эта информация не из желтой прессы. Susan G. Common организация – это одна из самых больших организаций в Америке, которая занимается спонсированием различных диагностических и лечебных экспериментов в Америке. А также эта организация занимается тем, что они пытаются дать пациентам информацию по поводу новых исследований, чтобы пациенты могли разговаривать с врачами на одном языке. Публикация эта на интернет-странице организации была связана с опубликованием результатов большого клинического испытания CLGB 93-43. Женщинам в возрасте 70 лет и старше было предложено участие в этом протоколе, и после лампектомии женщины получили либо гормональное лечение, тамоксифен в течение 5 лет, либо тамоксифен с лучевой терапией. Все пациентки в этом изучении были с ранней стадии ракомолочной железы, Т1Н0, и все были эстроген-зависимые. Эта таблица показывает, что в основном пациентки, которые участвовали в этом эксперименте, были белыми, первичная опухоль была размером 2 см и меньше. Средняя продолжительность периода наблюдения этого эксперимента была 12 лет, и результаты показали, что в течение первых 10 лет выживаемость без локореагиональных рецидивов была значительно меньше при использовании адювантной лучевой терапии. При этом различия отсутствовали во времени до мастектомии, во времени до обнаружения метастазов и в общей выживаемости пациентов. И несмотря на разницу кривых с точки зрения выживаемости без локореагиональных рецидивов, авторы этого эксперимента заявили, что женщинам в возрасте 70 лет и старше, которые получают гормональную терапию, не обязательно проходить курс лучевой терапии. Приблизительно в это же время проходил другой эксперимент в Гарвардской клинике. Врачи предложили пациентам пройти ломпектомию и не получать либо лекарственное, либо лучевое лечение после ломпектомии. 87 женщин участвовали в этом эксперименте с 1986 года по 1992 год. Нужно показать, что все эти женщины у них были очень хорошие клинические показатели. Это была ранняя стадия Т1.0 без широкого интеллектуального компонента, без лимфовоскулярной инвазии, и ширина чистого края резекции была более 1 см. Средняя продолжительность периода наблюдения в этих экспериментах было 86 месяцев. И врачи увидели, что локорегиональный рецидив, как первый признак болезни, был очень высок, 23%. В результате этого анализа врачи в клинике Гарварде остановили этот эксперимент и решили, что ломпектомия даже у пациенток при очень хороших клинических факторах без дополнительного гормонального или лучевого лечения не является адекватным. Еще один эксперимент был проведен в Австрии, опубликован в 2007 году. Это был очень большой эксперимент. Более 800 женщин в постменопаузенном периоде участвовали в этом эксперименте. И опять же, после ломпектомии получили либо гормональную терапию, либо гормональную терапию случевой терапии. Нужно уточнить, что в этом эксперименте возраст женщин не так был сильно ограничен. И женщины, у которых было 50-60 лет, участвовали в этом эксперименте. Средняя продолжительность периода наблюдения была всего 54 месяца. Вероятно, это недостаточно для того, чтобы менять подход к лечению пациентов на основе этого эксперимента. И средний возраст пациентов был 66 лет. После 5 лет наблюдения, опять же, авторы увидели, что частота местного рецидива была значительно меньше при использовании лучевой терапии. Но это не отразилось на различии в общей выжимаемости и выживаемости без отдаленных метастазов. Итак, на основе этих двух рандомизированных исследований в Америке, CLGB-9343 и в Австрии, можно и нужно обсуждать с пациентами возможность избежания лучевой терапии при следующих факторах. Возраст 70 лет и старше, размер опухоли менее 2 см и гормонально зависимые опухоли. Вероятно, обсуждение этого подхода с более молодыми пациентками или с пациентами, у которых размер опухоли превышает 2 см, на данный момент является неадекватным, поскольку австрийские ученые недостаточно долго продолжали наблюдение своих пациентов. И, вероятно, когда они опубликуют дополнительные результаты после 10-15 лет обследования, это станет более ясно. Вы уже за 2 дня много слышали по поводу индивидуального подхода к каждому пациенту. Вместо того, чтобы говорить пациенту «да» или «нет» насчет лечения, можно ли быть более точным к подбору методики лечения? Авторы, коллеги доктора Хант, которая представляла вчера презентацию из клинического центра в Хьюстоне, провели анализ базы данных СЕР. По результатам более 16 тысяч женщин в возрасте от 66 до 79 лет, они посмотрели результаты после лампектомии. Средняя продолжительность периода наблюдения была более 7 лет. Авторы, опять же, увидели, что назначение лучевой терапии после лампектомии привело к меньшей вероятности, что женщинам пришлось перенести мастектомию в результате локорегионального рецидива. Авторы изучали конкретные факторы, независимые факторы, и создали номограмму, номограмму онкологического центра М.Д. Андерсона. По этой номограмме можно конкретно просчитать вероятность того, что женщине придется перенести мастектомию через 5 или 10 лет после лампектомии с использованием лучевой терапии и без использования лучевой терапии. И такие параметры, как возраст, раса, размер опухоли и гормональная зависимость опухоли значительно влияют на риск. Таким образом, можно быть более точным в прогнозировании, насколько лучевая терапия поможет женщине избежать местного рецидива и, соответственно, мастектомии в будущем. Вы также много слышали по поводу дополнительных тестов, которые основаны на анализе степени экспрессии различных онкогенов. Тест онкотайп Диэкс используется в Америке наиболее широко медицинскими онкологами. И практически каждый пациент получает анализ этого теста для того, чтобы решить вместе с медицинским онкологом, насколько стоит проходить адъювантную химиотерапию, если эти пациенты уже получают гормональную терапию. Как правило, радиационные онкологи не смотрят на эту информацию в Америке, а зря. Дело в том, что была публикация в 2010 году, которая показала, что группа риска, связанная с результатами теста онкотайп Диэкс, также может быть связана с вероятностью локорегионального рецидива. Таким образом, пациенты, которые оказались в группе высокого риска по результатам теста онкотайп Диэкс, у них частота локорегионального рецидива была 15%. У пациентов, которые попали по результатам онкотайп Диэкс теста в группу низкого риска, эта частота была всего 4%. Когда мы говорим о лучевой терапии, как правило, мы обсуждаем лучевую терапию для всей молочной железы. И на данный момент мы обсуждаем в академических центрах и в частных клиниках, обсуждаем с пациентами, насколько нужно использовать адювантную лучевую терапию. Но также во многих центрах врачи и пациенты часто задают вопрос, а есть ли что-нибудь посередине, почему нужно выбирать либо проходить лучевую терапию, либо не проходить лучевую терапию, неужели нету какой-нибудь более маленькой лучевой терапии. И в данном случае метод существует, это метод ускоренного частичного облучения молочной железы. Он базируется на принципе, что большинство местных рецидивов происходит либо рядом, либо в месте резекции первоначальной опухоли. И этот способ, который в Америке называется APBI, то есть способ ускоренного облучения области удаленной опухоли, как правило, включает дополнительные 1-2 см окружающих здоровых тканей. Лечение может проходить в течение 5-8 дней, а также есть ли это интероперационное облучение в течение одного дня. И на данный момент уже существует более 17 лет международного клинического опыта. Вы много слышали об этом в течение последних двух лет, поэтому я не буду еще раз проходить по этому. Но просто еще раз хочу сказать, что кроме того, что нужно и можно обсуждать с пациентами возможность избежания лучевой терапии, также существуют новые подходы, как эту лучевую терапию можно сделать быстрее, проще и значительно дешевле для пациентов и для системы. Спасибо большое. Спасибо.